Здравствуйте! Это передача «Будьте здоровы!» Я ведущий этой передачи доктор Владимир Левитин. Сегодня у нас в гостях доктор Пол Перлон, с которым мы раньше встречались. Это специалист по медицине скорой помощи и также специалист по боли. Или, надеюсь, по утолению этой боли. Я начну с небольшого анекдота. У меня пациента человек приходит к другу и говорит, у меня голова болит. Как же голова может болеть? Это же кость. Боль. Это одно и то же. У всех это просто боль или есть какие-то разные типы боли, как мы знаем, есть невропатическая, воспалительная и прочее. Расскажите, пожалуйста, об этом. Да, есть, конечно, много разных болей. Есть невропатическая боль, есть соматичная боль, есть инфляматорная боль, есть... Воспалительная. Да, воспалительная боль. Есть мекст, то есть перемешка одной и другой боли. И это, и у каждого есть, мы чувствуем разные perception, это восприятие к этой боли. Разные люди имеют различную толерантность боли. Некоторым людям можно там чуть ли не руку отпилить, и они ничего. А некоторые просто вот от любого укола просто дико кричат от боли. Правильно, да. Это эмоционально или это физиологически? Это комбинация. То есть есть и эмоциональное, то, что они раньше имели, так это они, они это все вспоминают, то, что у них сейчас вот случилось. И есть, конечно, разница между acute pain, то есть боль, которая сейчас началась, и хроническая боль. В скорой помощи я работаю с теми, у которых острая боль, которая сейчас, а в pain-клинике я работаю с теми, у которых боль хроническая. То есть эта боль больше трех месяцев, и тогда это уже становится как постоянная боль. Что делать? Просто принимать таблетки, но у всех есть боли. То есть когда эта боль становится причиной того, что надо волноваться? Вот у людей бывают головные боли. Приняли там Тайлона, Ладвилл, прошла. Или заболела спина. Прошла неделя, прошло две, прошла. Когда надо волноваться? Нужно волноваться, конечно, это зависит, какая была травма. То есть если ты поломал ребро, это иногда может быть от шести до восьми недель, пока она становится лучше. Но есть такие люди, у которых, например, мигрень, это как на всю жизнь. И это нужно с этим бороться. То есть нужно найти способ, и каждый человек имеет разное лечение, чтобы это все стало лучше. То есть у каждого человека есть разный способ, чтобы это все лечить. Но острая боль, вот, например, если порезался, это не должно быть больше двух дней. Но вот если ты, например, порезал нерв, так это может быть дольше. Что такое хроническая боль? Хроническая боль – это боль, которая длится больше трех месяцев. И с этой болью есть уже разные симптомы. Есть слово, называется по-английски hyperalgesia. То есть повышенное восприятие боли. Боли, да. То есть если я, у меня хронической боли, слава богу, нету. Но если я ударяюсь, так эта боль, если меня бы человек спросил, я бы сказал, что это от ноля до десяти чувствуется как два. Но этот же человек, у которого хроническая боль, он думает, что это боль как шесть или как семь. То есть это называется hyperalgesia. Что такое allodinia? Allodinia – это когда вот все болит. То есть если так немножко трогаешь человека, я не воспринимаю боль, а тот, у которого хроническая боль, у которого нервы немножко как рана, если я их трогаю, так они полностью так прыгают. То есть, как я понимаю, hyperalgesia – это повышенное восприятие болевого симптома, стимула, который был бы болевым у любого человека. А allodinia – это восприятие как боли, стимула, который у обычного человека не вызывает боли. Правильно, да. Так это allodinia. Так у человека, у которого хроническая боль, это очень часто бывает. С этим еще бывает, с хронической болью бывают разные проблемы. У этих людей очень часто бывает депрессия, потому что эта боль уже постоянно. Они не знают, когда это все уйдет. Так у них депрессия очень часто бывает, они anxiety, нервные. Они имеют очень большие проблемы со сном. У них желудком проблемы, часто чувствуют себя как или понос, или запоры. Очень себя чувствуют bloated, то есть воспаленные. Что первично, вот эти психологические проблемы или боль? Обычно боль. Обычно это все начинается с болю, а после этого уже становятся эти симптомы. Психологические проблемы, да. Я слышал такое выражение, что если мы избавимся, предположим, от депрессии, мы, может быть, вылечим вашу боль. Но если мы не избавимся от депрессии, мы никогда не вылечим боль. Так ли это? Не полностью. Так это все зависит. Если у человека до того была депрессия, тогда, конечно, нужно стараться лечить депрессию. Но если причина была боль, что ему всегда болит, он не может выйти на работу, он не может вставать, так лучше нужно лечить боль. И потом, и, конечно, можно все одновременно делать, но если ты вылечишь боль, так обычно депрессия тоже... У меня бывает много пациентов, у которых мы, предположим, вылечили уже причину этой боли. То есть органически все срослось, все нормально, мышцы нормальны, но боль продолжается. Почему? У них уже очень часто бывает это sensitization. То есть эти нервы, они уже немножко... Возбуждены. Да, они уже в хронической стадии, что они всегда готовы. То есть они всегда... Они выпускают импульс. Да, то есть они как будто, что боль это есть. То есть уже все нормально, но сам организм, мозг уже думает, он всегда готов, что что-то будет хуже. То есть это вот эти гипоталемические тракты, которые настолько возбуждены, что они постоянно, что мозг постоянно воспринимает, даже когда нет уже очага, откуда боль есть, но настолько это уже привычно, что мозг чувствует эту боль. Да, точно. Это вот, например, phantom limb pain. Да, вот когда ногу отрезали, а нога болит или чешется. Да, это вы порезали тот нерв, и эти нервы, потому что они были отрезаны, мозг думает, что там еще что-то есть, но уже, конечно, там уже ничего нету, но чувствуешь эту же боль. Также fibromyalgia. Fibromyalgia, я хотел. Fibromyalgia, да. Это очень большая проблема, и это очень много людей от этого болеют. Это обычно, если у этих людей нарушен сон, тогда они получают боль. Понятно. А что такое, раньше это называлось, сейчас называется complex region, сложный региональный болевой синдром. Что это? Complex regional pain syndrome. Это тоже, это вот такое же дело, что немножко нерв в этом же месте как-то нарушен, и люди получают разные симптомы. Боль, иногда может быть даже какая-то sip, это часть иногда очень такая становится красная. Если ты даже немножко дотрагиваешься, человек просто так прыгает от боли. Так это сами нервы, они немножко воспалены в этом месте. То есть мы выяснили, что достаточно много различных типов боли и синдромов, которые существуют, где боль является принципиальным выражением этих симптомов, синдромов. А что можно делать? Ну, это, это, есть очень много, что можно делать. Или что ты делаешь? Что я делаю. Ну, смотрите, вот ко мне мы можем начать, например, с фибромиалгия. Фибромиалгия – это такой синдром, что обычно боль, может быть, в любом месте, но обычно это в шее и в плечах, и верхняя часть спины. Прерву на секунду. Ну, у всех бывает боль в плечах, в спине, но потом она проходит. Чем отличается фибромиалгия от этого? Это у этих людей постоянная боль, и очень часто у этих людей, у них сон нарушен. Смотрите, они делали анализы, они взяли людей, которые в очень хорошем были физическом состоянии, то есть они бегали, профессиональные бегуны, они взяли их в лабораторию, и они им прервали сон. Через буквально неделю-две недели у них, у всех были симптомы фибромиалгии. Они восстановили сон, и симптомы ушли. Я хочу сказать, что у доктора Перлона есть магазин по продаже матрасов. Ну, чтобы не свалили. То есть сон – это шутка. То есть не звоните доктору Перлона, не спрашивая матрасы. То есть первое, чтобы был правильный сон. Должен быть правильный сон. Как улучшить сон? Значит, зависит от… Значит, очень-очень часто я должен этих пациентов слать на sleep study. Посылать на исследование сна. То есть иногда, если человек слишком полный, слишком много веса, он может храпеть, он прекращает… Дышать. Дышать. То, что называется апния. Sleep apnea. Правильно. Так это очень часто этим людям нужна маска. И если это сделать и снизить давление, похудеть немножко, тогда fibromyalgia становится лучше. То есть первый вопрос – нужно знать, как у них сон. Если у них сон нормальный, тогда нужно находить разные способы. Очень часто у людей, у которых fibromyalgia, нужно лекарствами лечить. Эти лекарства мы часто пользуемся – tricyclic antidepressant, это чтобы восстановить сон. И другое – мы пользуемся медикаментами, которые снижают невропатическую боль. То есть габапартин и прочие. Габапартин, лирика, да. Вот эти лекарства, они очень часто помогают. Но с этими лекарствами, конечно, есть побочные явления тоже. Как со всеми, да. Да, так это нужно всегда волноваться. Иногда бывает, что почки могут немножко стать хуже, иногда ноги могут стать воспалены, и можно поправиться от этого тоже. Так, это не самое лучшее. Нет, нет. Какие другие способы лечения? Есть ли какие-то, я не знаю, упражнения для fibromyalgia, я не знаю, поехать в отпуск на три месяца? Ну, отпуск помогает. Вы выписываете рецепт на отпуск? Да, моим, да. Те, которые не хотят работать – отпуск. Но я им говорю, что они должны заниматься упражнениями, которые помогают с кислородом. То есть дыхательные упражнения? Да, и cardiovascular, то есть стараться гулять, стараться плавать, плавать и aqua fit очень помогает, йога очень помогает, есть mindfulness программ, то есть… Mindfulness meditation, медитация очень помогает, и другое, что мы делаем в клинике – это nerve blocks, это мы делаем уколы с маркейном, маркейн – это такое средство, которое он нерв… Ну, то, что похоже было раньше на вокаин, потом лидокаин, и теперь вот этот маркейн, да? Да, маркейн и есть ропивокейн тоже, но это одно и то же. Так это тоже очень помогает, потому что это сам нерв, это действует на сам нерв, и нерв немножко успокаивается, и потом уже не так болит. И насколько это действует? Зависит. Сначала оно действует не так долго, оно может действовать от двух, трех, четырех дней, потом, если это повторять, часто повторять, оно может длиться месяц, то есть это помогает надолго. То есть это не излечивает, но это помогает просто уменьшить симптоматологию? Уменьшить, ну да, моя цель в этом, в pain medicine, это чтобы человек имел нормальную жизнь. То есть функционировал с той болью, с которой он, и адаптировался к той боли. Да, чтобы он мог вернуться на работу, чтобы он мог поднимать своего внука, это вот такое, мы стараемся функционально. Вы делаете уколы, предположим, кортизона, но если их делать слишком много, то есть это тоже плохо, потому что разрушает... Да, можно порвать тенден, если, да, да. Сколько, вот часто люди спрашивают, идти на кортизон, не идти на кортизон, сколько кортизоновых уколов можно делать безболезненно, если первый не помог, стоит ли делать второй? Я бы сказал, да, конечно. То есть если первый не помог, я рекомендую сделать второй буквально через три месяца, не чаще. Максимум три раза в году, я бы больше не делал бы. То есть если после двух-трех разов оно не помогает, оно уже не поможет. Не поможет. Эти марки, они... Но иногда неправильно ввели, то есть зависит от того, кто вводит тоже. Конечно, это самое главное. Потому что если ты ввел кортизон, извини меня, в задницу, то он мало... Так это никому не поможет. То есть он должен быть правильно введен именно на сухожилие. Да, если на сухожилие, так это можно даже порвать, и потом хуже проблема, потом нужна операция. Нужно знать твоего пациента, и нужно, конечно, все проверять, как он действует до того и после того. Какие еще способы лечения вы используете? Ну, иногда, если не помогает... Значит, есть много разных. Иногда нужно давать этим людям наркотики, иногда просто выхода нет, вот так нужно давать. Потому что огромное количество врачей боится давать наркотики, но было как раз вот недавно опять статья насчет использования опиоидов. И что огромное количество врачей не дает их не потому, что они неэффективны, а потому что они просто не знают, как работать с опиоидами. Да, это нужно, это, конечно, нужно быть очень осторожным. Всегда, когда я делаю первые интервью, я человека должен спросить. Они когда-то имели проблемы с наркотиками, они пользовались, когда они не должны были, они или у них есть какая-то предрасположенность. Да, то есть предиспозиция к абьюзам. В семье кто-то имел когда-то, потому что это очень иногда... Алкоголизм и прочее, да. Да, так это нужно всегда спрашивать до того, и этого человека, который ты выписываешь наркотики, нужно часто встречаться. Для успеха необходимый опыт, умение, уверенность в себе и красивая улыбка. С ней вам поможет доктор Марклин, специалист по имплантам, коронкам, мостам и всем видам протезирования, включая полную реконструкцию всех ваших зубов. Доктор Марклин. Хронической боли и у пожилых людей. Например, я читал, что нестероидные противовоспалительные средства у людей после 75 лет в 10 раз чаще бывают кровотечения в желудке и прочее. Поэтому надо быть осторожны с какими лекарствами, которые люди покупают в аптеке без рецепта. Надо быть осторожны людям пожилого возраста. Да, это очень хороший вопрос. Вот, например, если человеку больше 65 лет, так нонстероидные, эти медикаменты, которые вы думаете, не нужно принимать. Это какие? Вот назовите. Я вам сейчас скажу. Naproxen. 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 Toradol. Arthrotec. Aspirin. Advil. Есть какие еще другие? Сейчас подумаю. Ibuprofen. Я не знаю. Ibuprofen – это Advil. Kitorlak. Которые не prescription. Которые без рецепта, чтобы люди просто осторожнее относились. Alive. Alive. Нужно быть очень с этим осторожным, потому что может быть кровотечение из желудка. Желудка, да. И может, конечно, еще быть другие проблемы. Повышается давление. И другое, что почки могут нехорошо работать. Тайлонол лучше в этих случаях для пожилых людей. Тайлонол лучше, но он иногда просто не помогает. Есть разные способы. Мы очень часто у пожилых людей пользуемся Butrans Patch. Да, я слышал, что это очень эффективно у пожилых людей. Это прекрасный медикамент. Это как Patch. Это наклеивается на руку. Но это тоже наркотическое. И некоторые врачи не имеют права выписывать. Не имеют права, да. Потому что надо иметь специальный лайсенс на Butrans. Это правильно. То есть это нужно, они должны ко мне слать. Но это очень эффективное лекарство, особенно для пожилых людей, у которых хроническая боль. И снимает какой уровень боли. Например, от 1 до 5. Или оно даже эффективно при, я не знаю, боль, когда 8 из 10. Мы стараемся понизить боль хотя бы на процентов 30. Это наша цель. Если мы это можем сделать, тогда мы довольны с этим. То есть если мы можем даже на процентов 30 снять боль, так они довольны. Почему вот Бутранс или Бипрофин, да, целая группа вот этих лекарств, они не настолько широко используются в Канаде, предположим, как используются в Америке. И в Европе, да. И в Европе. Почему? Потому что это для нас еще новое. Мы еще к этому не готовы. Я уже пользуюсь этим лет 10. Но это только вышло здесь 10 лет тому назад. Люди боятся это выписывать, потому что если ты одному выписал, он это может продать другому. То есть это нужно быть очень осторожным. Но это мы не говорим о фентанилии и прочее. Это совершенно другое. Это вообще очень опасное дело. Но это, если вы хотите, я могу с вами поговорить. Это очень. Но Бипрофин, оно очень долго работает. То есть это ты ставишь на всю неделю. Неделю. И оно, оно, то есть это лекарство, оно не идет так вверх и вниз. То есть он постоянный купирование боли идет. Да, да. То есть немножко все снижает, снижает острость боли. Потому что когда я делал свой диплом в Канадской академии менеджмента или боли, вот как раз там было много врачей, которые и занимались бупринорфином и очень были раздражены тем, что недостаточно врачей даже знают об этом. Ну что мы это, ну правда, что мы это боимся просто. Мы это боимся выписывать. Это фэмили-докторы, у них недостаточно изучения. Они не проводят время. Это в медицинском институте даже не учатся. И другое лекарство, которое помогает тоже в хронической боли, это метадон. Это помогает те, которые, у них аддикшн к наркотикам. И это помогает тех, у которых постоянная боль. Занимаетесь вы болью, предположим, после раковыми болями, метастатик, метастатические боли. Занимаетесь вы вот этим в вашей клинике или нет? Нет, мы занимаемся хронической, не раковой. Не малыгным, да. Мы это называем chronic non-cancer pain, CNCP. У тех, у которых рак и метастазы идут в хвост, это уже palliative care. То есть это уже другой специалист совсем. Это тоже есть. Нужно знать, кому... Фэмили-доктор должен знать, кому отослать с этим тоже. Но на эту тему мы сделаем еще одну программу. Я бы хотел насчет, как найти правильно палиативного врача и прочее. Потому что это тоже является огромным пластом, можно сказать, пациентов, которые, в принципе, потеряны. Да. И между острой стадией заболевания и... И семейный врач, конечно, боится повысить дозу, потому что он не привык к эти высокие дозы, потому что эти люди, им очень болит уже. У них уже кости уже полностью как бумага. Знаете, так это очень, это очень острая боль. То есть к вам надо обращаться, когда есть боль больше трех месяцев, когда боль, не вызванная раковыми заболеваниями, когда не установлены причины боли тоже. Да, когда мы не знаем способ. И боль мышечные, скелетные и суставные, и также головные боли. Вот у многих людей бывает так называемая невралгия оксипитал затылочных нервов, вызывающая достаточно обычный тип боли, когда боль идет сзади. И вот приблизительно вот таким видом вы это тоже лечите? Конечно, это мы очень часто лечим. Как? Есть разные способы. Например, нужно, первое, нужно проверить, как их сон. То есть они спят нормально, у них какая у них подушка, чем они пользуются. У них шея, нужно спрашивать вопросы про шею. У них, они чувствуют, что как мурашки по руке. Так нужно знать, как шея работает. Есть разные лечения. Можно пользоваться антиинфламитаристами. То есть противовоспалительными средствами. Противовоспалительными. И очень эффективное лечение – это эти уколы в этой части. То есть блоки вот эти. Да, блоки или марки. Блокады, которые делаются вот в нерв. В голову, да. То есть в нерв. И другой способ, который мы еще не говорили, это болтакс. Тоже помогает. Потому что, ну, болтакс – это нужно в саму мышцу. То есть не в нерв, но в мышце. То есть в мышце, которая сжимает этот нерв. Да. Туда выводите болтакс. Ну, болтакс – это есть много разных точек. Ну, особенно нужно в эту мышцу. И тут же человек помолодеет. И становится, конечно, без морщин. Прекрасно. Сразу, да. Но это уже такой более серьезный уровень лечения, когда ботокс или просто более дорогой? Это более дорогой, к сожалению. Он дорого стоит, но он очень помогает. И страховки покрывают это медицинские? Страховки покрывают, да. Покрывают. Да. Если у человека, предположим, острая боль, они к вам тоже могут обращаться? Предположим, диск, и человек кричит, не может повернуться, боль в ногу, а не менее. Или это лучше в госпитале? Это зависит. Ну, такая ситуация, если это только сегодня случилось, тогда лучше, конечно, в госпитале. А если это случилось неделю назад? Тоже лучше в госпиталь. Две недели назад? Тоже лучше в госпиталь. В общем, в госпитале. Лучше в терапевту, терапевту. Понятно. А к вам надо ли направление? И от кого? Да. Так это обычно семейный врач, нужно направление. И семейный врач должен отослать все проверки, что он уже сделал. То есть, очень часто, что я встречаю больных, у которых, например, боль в семье, хроническая боль, и они еще никогда не имели MRI. Да. То есть, это нужно все полностью. Да. Но MRI многие врачи тоже сейчас, потому что колледж тоже на это нажимают, и врачи не очень хотят делать MRI. Если уже постоянная боль больше трех месяцев, это нужно делать. Да. Понял. Так что совет пациентам, если у вас боль больше трех месяцев, и обратитесь к своему семейному врачу, и попросите, чтобы отправили к специалисту по хронической боли. По хронической боли, да. Спасибо. У нас в гостях был доктор Пол Перлон. Это была программа «Будьте здоровы». Я ее ведущий, доктор Владимир Левитин. Спасибо. И не болейте. Продолжение следует. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok